Это первый, наверное, в мире такой интересный проект кадровый. Участники, добравшиеся до заключительного тура, предлагают идеи, которые принесут реальную пользу обществу. Об этом рассказывает Ильнур Сераев. Он специалист гарантийного фонда республики. Конкурс лидера России стал для него и школой, и вызовом. С вызовом справился. Теперь он в финале. Пытался участвовать в конкурсе несколько лет, и в первый год у меня получилось. Поэтому для меня это вызов личностный. Пробовать, дерзать. Если мы этого делать не будем, не будет развития. А лидерство – это развитие. Кроме развития, конкурс – это еще и новые контакты. Рафаэль Валеев и Роман Третьяков познакомились на одном из этапов. Основная история, которую я получил и которую, наверное, не ожидал получить, это знакомство с очень интересными людьми, с схожими устремлениями, схожими ценностями. И вот это само по себе общение, оно очень сильно развивает, добавляет энтузиазма, двигаться вперед. Когда ты участвуешь в конкурсе, где участие полностью бесплатное, ты получаешь оценку твоих компетенций, получаешь план индивидуального развития, по которому ты можешь дальше прокачиваться и развиваться. С шестью финалистами от Татарстана сегодня встретился Рустам Миниханов. Каждый победитель получит возможность учиться у наставников из числа глав крупных компаний и руководителей регионов. Наши финалисты захотели пройти программу наставничества у президента республики. Именно об этом просил Рустам Миниханова, глава КХЛ, экс-капитана Акбарса Алексей Морозов. Президент пообещал поддержать проекты участников. То, что вы знали, это уже говорит о том, что ваши личностные качества, деловые качества, коммуникации соответствуют всем тем качествам, которые вы делаете. Финалисты конкурса «Лидеры России» традиционно востребованы как управленцы. В помощь участникам и гранты. Каждый финалист получил по миллиону рублей на обучение и переподготовку. Такая программа «Минимум», а это уже огромного стоит. Это даже личное общение с Рустамом Нургалеевичем, его харизма, манера общаться, его какие-то мудрые советы. Очень приятно в такой компании находиться. Итоги конкурса подведут через месяц в Москве. Из 300 финалистов победителем станет каждый третий. Они смогут регулярно общаться с наставниками. Рамиль Галюлин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.